Добрый вечер! Это программа «Послесловие». Меня зовут Ольга Павлова. Школьников российских с этого года начнут тестировать на наркотики. О том, как будет проходить процесс и что нужно знать родителям, наверное, в первую очередь об этом мы сегодня поговорим с начальником городского отдела по профилактике и борьбе с наркоманией Надеждой Подробинок. Надежда Викторовна, добрый вечер! Добрый вечер! Ваши вопросы нашему гостю можете отправлять по телефону 222-0041 для абонента «Послесловие». Надежда Викторовна, обязательным ли для всех школьников будет этот тест? Нет, не обязательно. Прежде всего, решение о том, будет тестироваться или нет, ребенок принимает до 14 лет родитель, а с 15 лет сам ребенок. И поэтому решение он даже в момент процедуры проведения тестирования может просто отказаться от участия в этой процедуре. Стоит ли проходить тест в таком случае? Что нужно знать родителям? Пугаться этого или нет? Ну, наверное, родителям пугаться этого не нужно. Все-таки тестирование на раннее выявление факта употребления психоактивных веществ – это прежде всего профилактическая процедура. Они смогут узнать, есть ли у человека действительно какая-то зависимость. Многие говорят, а зачем это делать? Я доверяю своему ребенку, и не нужно этого никогда делать. Так вот, многие мамы, которые в свое время потеряли детей наркоманов, когда появилась действительно такая возможность, они сказали, как хорошо, что они могут вовремя узнать об этом. И поэтому сегодня государство четко определило, что это профилактическая мера, и она рекомендуется всем школьникам образовательных учреждений. Чем вызвано введение этого тестирования? Ну, в целом, если говорить о тестировании, Свердловская область вот именно тестирует школьников с 2010 года. В принципе, школьники участвуют в этом достаточно охотно, мы это заметили, потому что сегодня поддерживает процедуру тестирования 96% родителей города Екатеринбурга. И если посмотреть, что происходит, чем это вызвано, желание прежде всего доказать себе, что я не употребляю наркотики. Вот у многих это есть такое желание. У некоторых есть желание доказать родителям, что это так. Ну и, конечно же, самое главное – доказать, что я здоров. Как будет проходить тестирование? Из каких этапов оно состоит? Здесь действительно надо посмотреть на федеральный закон 120-й, где четко прописана процедура тестирования. Тестирование школьников должно состоять из двух этапов. Первая процедура – это социально-психологическое тестирование школьников. Вторая – это медицинское освидетельствование. То есть, если первую процедуру определяют федеральные органы власти в области образования, то проведение второй процедуры определяют региональные органы в сфере здравоохранения и сфере образования. И на прошлой неделе появился 658-й приказ, где четко прописана процедура проведения социально-психологического тестирования. Сейчас мы ждем 3-го числа, 3-го сентября будет определен порядок проведения медицинского свидетельствования, то есть выявления факта употребления веществ на региональном уровне. Если мы с вами посмотрим статистику прошлых лет, может быть, не конкретно цифры, все-таки о какой динамике можно говорить? Решается эта проблема окончательно или пока рано говорить об этом? Ну, в целом пока рано говорить о положительных результатах. Действительно, если мы проводили в 2010 году, мы получили большую группу риска, 430 человек, но, как правило, это была группа риска с ложноположительным результатом. Единицы из детей подтвердили именно свой диагноз. В 2011-2012 году этот показатель снизился, значительно представьте, уже 20 человек. Потом 30 и 85. Вот пока последние результаты, подтверждения данных о ложноположительных результатах мы не получили. Но в целом я хочу сказать, что все-таки выявляются те дети, выявляются те дети, которые употребляют наркотики. Есть такие факты. Благодаря тестированию. Благодаря тестированию. Но и самое главное, какая идет положительная динамика. Казалось бы, по сравнению с 2013 годом у нас пошел рост детей, состоящих на учете с диагнозом наркомании. Было 11 человек, сейчас у нас 22 человека. У них диагноз наркомания. Это из числа школьников города? Из числа школьников города. Так вот, если посмотреть и проанализировать количество ребят, которые встали на учет, то представьте, четверть детей пришли туда сами. Для того, чтобы именно бороться с этим страшным заболеванием. Как уберечь ребенка? Что нужно знать родителям в первую очередь? Потому что, мне кажется, это, конечно, проблема, наверное, и педагогов, и учителей, и окружения. Но в первую очередь, наверное, проблемы в семье толкают ребенка вот на такой шаг. Вы знаете, действительно, семейный фактор является доминирующим, когда ребенок принимает вот такие скоропалительные решения. Но здесь не только семейный фактор. Здесь нужно учитывать психологические особенности ребенка. И если посмотреть на ребенка от 13 до 17 лет, это уже подросток, когда-то это молодой человек, то зачастую он начинает самоутверждаться. Действительно доминирует собственное «я». И я хочу самоутверждаться теми способами, которые я могу. И вот что происходит. Когда это происходит, родителям нужно действительно гораздо раньше обращать внимание на своих детей. Потому что вот известный советский педагог Антон Макаренко, он сказал такую фразу. Нужно не оберегать детей от вредного влияния, нужно учить их сопротивляться. То есть научить действительно в трудную ситуацию, что необходимо делать. Показывать, рассказывать. Рассказывать ситуации своей жизни. Заниматься воспитанием. Ну и, конечно, когда ребенок приходит домой, ребенок должен чувствовать всегда, что тебя здесь поддержат. Тебя здесь поймут. Ведь если разобраться, каждый человек имеет право на ошибку. И взрослый человек, и ребенок. Но самое главное, взрослому человеку нужно ребенка поддержать. Самое главное, нужно обращать действительно, какое окружение у ребенка. Какие друзья к нему приходят. Как ведет себя ребенок. И если ребенок закрывается. Если ребенок перестает рассказывать о том, что с ним происходит. Что происходит в школе. Часто, когда действительно общаться по телефону с незнакомыми людьми, то в это время нужно наблюдать. И если вы что-то почувствовали, необходимо выходить на серьезный, откровенный разговор с ребенком. Но, а учитывая, что сегодня очень многие синтетические наркотики распространяются через интернет, нужно... Да, каналы распространения, конечно, ну вот это то, что сегодня умеют современные дети. Действительно, нужно установить современные программы, родительский контроль, потому что это необходимо на компьютерах. И, конечно, почаще проверять переписку ребенка по телефону. Потому что там можно найти для себя очень много данных. Это другая грань, мне кажется. Это палка о двух концах, нет? Вы понимаете, действительно, палка о двух концах. Но есть категория детей, когда ребенок еще позволяет это делать. Вы же сами понимаете, что если ребенок возрастрел, родители... Значительно, лучше, если он сам делится, разве нет? Ну, второй вопрос. Вы рассматриваете это как вторжение в личное пространство ребенка. Ну, действительно, я еще раз говорю, любой родитель сегодня, он должен понимать этого блага ребенка. Естественно, нужно найти такой способ. Если этот способ родитель категорически отвергает, нужно найти такой способ, чтобы ребенок ему откровенно рассказал, что с ним происходит. Ну, создав доверительные отношения. Конечно, конечно. Это в первую очередь нужно делать. Я знаю, что практиковалось это... В нашей стране, в общем, были какие-то пробные уроки, занятия, не знаю, как назвать. В общем, когда показывалось детям влияние. То, что происходит с человеком, который начал употреблять наркотики. Это, конечно, жуткие совершенно кадры. Что-то подобное, может быть, тоже было бы нелешним или нет? Чтобы ребенок понимал вообще, что может произойти с ним, с его телом, вообще с его жизнью. Понимаете, Оля, тут речь идет о государственной антинаркотической концепции. Как она соотносится с городской? Сегодня, если внимательно посмотреть, что происходит, мы все-таки эти факты не стараемся показывать детям. У нас сегодня основной курс на позитивную профилактику. Вообще сегодня во всем мире сказали, воспитать здорового ребенка, фактически это значит получить здоровое будущее. И, конечно же, когда мы работаем с ребенком, разговариваем с ребенком, надо чаще говорить о плюсах и минусах потребления наркотиков. Хорошо. Ребенок говорит, что да, я получаю плюс. Выслушать все его плюсы. И, конечно, правильно выстроить систему доказательств, которые помогут все эти плюсы нивелировать. Вот если взрослый человек это сумеет сделать, тогда и будет определенный результат. Ребенок будет задумываться. А если взрослый не вмешивается в этот процесс, не вмешивается в эту ситуацию, то фактически события развиваются таким образом, что ребенок становится наркоманом. Хочется верить, что цифры за этот год и с введением тестирования по всей стране, в общем, какую-то положительную динамику покажут, и все это будет на пользу. Хочется верить, ради этого мы все работаем. Спасибо большое. Надежда Подробинок, начальник городского отдела по профилактике борьбы с наркоманией, была в программе «Послесловие». Вам хорошего вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова